Вечер добрый, автограф, дня в прямом эфире в студии Артемий Заварзин. И вот некоторые темы нашего выпуска. Наш профтех на мировом уровне в Архангельске проходит подготовку национальная сборная команды России. Лето ближе, дискуссия громче, закон о дачниках активно обсуждает общественность и просит депутатов не торопиться. И в Архангельске полным ходом идет проект под названием «Умею плавать. Кого научим в первую очередь?». В Архангельске проходит подготовку национальная сборная команда России. В ее составе трое студентов профтеха из разных городов страны. Кому-то из них предстоит выступить на чемпионате мира под эгидой WorldSkills. Так называется международное движение, цель которого – популяризация рабочих профессий. О тех, кто уже находится в движении, расскажем прямо сейчас. У них, словно у медиков, счет идет на минуты. И, словно спортсменов, их ждет очень жесткая конкуренция. Чемпионаты WorldSkills потребуют и умелых рук, и крепких нервов. А потому и подготовка к международным стартам проходит по самым различным направлениям. «Это и практические навыки, и психотренинги, физические тренировки. То есть ребята делают с утра зарядку, вечером мы как бы осмотрим по программе. Если тренировка сегодня была не сильно физически затратная, то вечером ребята еще ходят в спортзал». В Архангельске свои навыки оттачивают студенты, которые будут выступать в компетенции сухое строительство и штукатурные работы. Но уже сейчас они могут дать фору большинству профессионалов, которые занимаются конструкциями из металлопрофиля и работой с гипсовыми строительными плитами. «Идеально никогда не может быть, всегда есть чему учиться. Тренеры, наши наставники всегда помогут. Всегда нужны какой-то новый элемент. Невозможно ведь знать всего, всяких азов». «Вот что хочешь потянуть, скорость или качество работы?» «Честно говоря, все вместе. Потому что выступить нужно хорошо в этом году». У Поморья тоже есть свои WorldSkills достижения. Именно в сухом строительстве в 2015 году наши ребята стали победителями российского чемпионата. Евгений Кузнецов – один из тех, кто взял тогда медали высшей пробы. Сегодня он сам делится секретами мастерства со студентами. «В жизни пригодилось тем, что мне сейчас гораздо легче одному выполнять те работы, которые многие работодатели выполняют вдвоем, втроем или бригадно». Весной этого года в Поморье прошел первый региональный чемпионат WorldSkills. Это профориентационное движение будет набирать силу. Второй турнир станет еще масштабней. «Обязательно компетенция в сухое строительство, штукатурные работы будет. У нас есть планы и по сварке. У нас есть планы других направлений, которые связаны с машиностроением. Естественно, педагогика также будет присутствовать. Но скоро скажем, не менее 10 компетенций мы планируем на второй чемпионат региональный наши молодые профессионалы Поморья». Молодые профессионалы России тем временем будут в течение 10 дней повышать свою квалификацию в Архангельске. По итогам этой работы станет ясно, кому представлять Россию на чемпионате мира 2017 года, который пройдет в Абу-Даби. Александр Антонов, Ольга Красулина, Автографня. Сегодня губернатор Игорь Орлов посетил роддом имени Самойлови. Глава региона посмотрел работу дневного стационара «Операционных и неонатальной реанимации». Такой интерес вызван подготовкой к открытию областного перинатального центра. Прогулка по дому, где ежегодно появляется на свет около 3000 новых поморов, началась с дневного стационара. Это отделение, которое будущие мамы посещают еще до родов. Современные смотровые и диагностические кабинеты оснащены по последнему слову медицинской техники. К примеру, есть аппарат УЗИ с 3D и 4D-проекцией. В сегодняшний день, по мнению всех экспертов, самый лучший, который есть вообще на территории России для диагностики акушерской генематической топологии. А вот то, что открывается взгляду из окон кабинета ультразвуковой диагностики, не радует пациентов и медиков уже несколько лет. Прямо перед въездом в родильный дом разместились торговый центр и ларьки. Глава региона откладывать вопрос не стал, связался с градоначальником по телефону. В ближайшее время муниципалитеты правительства региона будут выяснять, законно ли расположились торговые объекты вокруг родильного дома. Чтобы пройти обследование и сделать скрининг, сюда съезжаются женщины со всего региона. Отсюда другая проблема. Данные, получаемые в ходе диагностики, нужно где-то хранить. Пациент при миграции по области может обратиться к доктору и зайти в архив. Серьезный вопрос. Мы сейчас много говорим о датах центра, которые должны быть в целом для нуждобности. Это же не только этот вопрос. У нас вопрос хранения по безопасному городу и архивации всей документации. Мы сейчас с замом в связи, да, разговор о замещении ресурсов. То есть у нас своих нет. Зато есть кадровые и технологические. Визитерам показывают святая святых, открытую детскую реанимацию. Здесь помогают выживать, расти и развиваться малышам, которые появились на свет значительно раньше срока. Рекорд – спасенная жизнь после родоразрешения на 26-й неделе беременности. Неонатологи объясняют, пока малыш в инкубаторе, мама может его посещать и даже брать на руки. Мы встанем в детскую специальную, комфортную и укладываем ребеночка на другую маму. Открывайте опоры. У нас все было хорошо. В Самойловском роддоме 200 койко-мест, и этого, признаются медики, недостаточно. Все в ожидании перинатального центра, который обещают запустить в конце 2017 года. К сожалению, все неудачи, которые преследуют нас, те неудачи, которые бывают, связаны с тем, что не вовремя поступают женщины с области к нам сюда, вот в этот, как вы сказали, самый современный неонатальный центр, где может быть оказана самая современная помощь. За несколько месяцев до открытия современного роддельного центра правительство региона совместно с ведущими специалистами в области акушерства и гинекологии разрабатывают маршрутизацию, которая поможет будущим мамам со всего региона вовремя получать все необходимые медуслуги. Олеся Кокина, Денис Линчевский, Автографня. Вопрос благоустройства территории перед роддельным домом имени Самойловой стал основной темой традиционного совещания губернатора с руководством города. Игорь Орлов рекомендовал администрации областного центра найти решение, чтобы освободить парадную площадку перед лечебным учреждением. Проедите ради интереса, посмотрите. Там, где парадный выход, стоят блоки, потому что там остановка автобуса и какой-то совершенно безобразный, грязный, вонючий ларек. И неужели нам, людям государственным, не хватит силы и целеустремленности навести там порядок? Летний сезон все ближе, а значит выходные скоро будем проводить за городом, на природе. Но ведь для многих дачные участки это не только грядки с картофелем и клумбы с цветами. Это фактически второй дом, если не постоянное место жительства. Потому новый закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. Общественность сегодня обсуждает очень активно и просит депутатов Госдумы не спешить с окончательным утверждением документа. Выращивание овощей, цветов и уход за участком для этих людей не просто хобби. Для большинства собравшихся дача это постоянное место жительства. Но люди боятся, что новый федеральный закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве нарушит мирную жизнь в усадьбах. Документ прошел в Госдуме первое чтение, а вопросов к нему по-прежнему много. Например, почему за свои земельные участки теперь нельзя платить напрямую председателю дачного кооператива? Почему нельзя принимать членские взносы, допустим, наличными деньгами прямо в кассу? Нужно обязательно на расчетный счет. Притом они, по идее, могли бы быть приняты в кассу, потом сданы бухгалтером или кассиром на расчетный счет. Еще одна поправка в закон говорит о том, что все общие собрания дачники теперь должны проводить исключительно на территории своего кооператива. Мы обязаны будем общие собрания собирать только на своих территориях. То есть залов таких у нас нет, построить невозможно. Проводим мы собрания в конце января, начале февраля для того, чтобы составить смету доходов-расходов. Впрочем, есть в новом законопроекте и положительные моменты. Закон, а он более четок, его легче регулировать, его легче выполнять. Он, знаете, как новая хорошая машинка, в которой уже четкие блоки, в которой не надо откручивать миллион гаек, как это в прежнем законе. Под финал встречи было решено. Дачники и садоводы совместно с депутатами зафиксируют позиции, которые, по их мнению, необходимо учесть законотворцам при принятии закона во втором чтении. Вадим Федосеев, Владимир Орлов, Автографня. Как отразился Международный арктический форум на бизнес-климате по морю, обсуждали в администрации Архангельска. За два дня форума столица Севера заработала 60 миллионов рублей. Дивиденды посчитали, а вместе с этим мы работу над ошибками начали. К диалогу призвали городское бизнес-сообщество. В дни арктического форума Архангельск принял гораздо больше гостей, чем ожидалось. 3000 человек тратили деньги на такси, гостиницы и рестораны, и эту проверку городские предприятия сферы гостеприимства выдержали. Однако расслабляться не стоит, считают городские власти, и готовятся к следующему арктическому саммиту. Важно то, как сегодня бизнес-сообщество видит то, что прошло, какие коллеги видят перспективы, позиции, что бы хотелось увидеть сегодня от городской власти, какие проекты являются ключевыми, что необходимо продвигать. А продвигать, уверены предприниматели, нужны городские предприятия. К примеру, выкупить выставочные площадки на следующем форуме для размещения стендов архангельских компаний. Тем более, что для этих целей есть система субсидирования. Новая команда городская поступает очень правильно, что привлекает все виды предпринимателей, граждан к участию в городских проблемах. И в первую голову это, как бы сказать, не с протянутой рукой, как обычно, к бизнесу дай, помоги там и так далее. Мы это все время делаем, это все время происходит, но происходит совместная какая-то работа. Все предложения глава Архангельска внимательно выслушал и отметил, что обратная связь с бизнес-сообществом поможет городу развивать свой инвестиционный потенциал. Взаимовыгодное сотрудничество между городами-поворотивами стало темой совещания главы Архангельска Игоря Годзиша с представителями норвежского Вардё. Это уже не первая встреча руководства города с норвегами, призванная поделиться опытом между северными соседями. Муниципалитеты северных стран «Объединяйтесь!» Под таким негласным лозунгом прошла встреча Игоря Годзиша с норвежскими коллегами. Обсудили все от сотрудничества в арктической сфере до обмена школьниками. Но главной темой встречи стала предстоящая совместная муниципальная конференция. В ней примут участие не только представители нашего региона и норвежского Вардё. Я поговорил с 10 коммунами в Норвегии, у которых есть побратимские связи с Архангельской областью, и даже с теми, у кого их нет, и все они захотели принять участие в конференции. Всем интересно это, и всех устраивает дата. Дата определена, есть поддержка от Баренц-региона, то есть мы понимаем, что уже мероприятие, оно не просто такое гипотетическое, как мы рассуждали, а может обрело конкретную форму. Есть поддержка от руководства губернии Финмарк, есть поддержка от губернатора Архангельской области, поэтому я думаю, что все свершится. А свершится все 22 сентября. Дату конференции специально приурочили к Маргаритинской ярмарке, чтобы было чем похвастаться перед северными соседями. Теперь перед городом стоит серьезная задача – собрать и объединить участников, и детально продумать программу встречи. Валентина Скворцова, Денис Линчевский, Автокровня. Продолжаем программу. В Северодвинске 25, Онеге 22, Котласе 23. В Архангельске пока 21 рубль. Это цена одной поездки в автобусе. Архангелогородцы давно просят навести порядок в работе пассажирских перевозок. Власти требуют заменить старые пазики на современные низкопольные автобусы. Транспортники же говорят – это возможно только если поднять цену за проезд. Почему так? Это-то другие вопросы. Мы адресовали председателю областной ассоциации автотранспортников Андрею Попову. Интервью с ним мы записали накануне. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делает ассоциация автотранспортников совместно с администрацией Архангельска для того, чтобы упорядочить автобусные маршруты в Архангельске? При администрации города создана рабочая группа, в которую в том числе входят представители ассоциации. Со своей стороны ассоциация неоднократно предлагала различные варианты оптимизации маршрутной сети. Эти варианты были администрации направлены в институт, который проводил обследование маршрутной сети. Там это все прорабатывалось. Потом все это обсуждалось на рабочей группе. То есть процесс идет. Главная тема, которую двигает ассоциация. Все изменения должны идти постепенно. Все изменения должны быть тщательно продуманы, проанализированы и выставлены перед их использованием на практике. Должны пройти общественные слушания. Это позволит избежать ошибок, которые негативно могут повлиять на пассажирские перевозки. Сегодня даже можно жителей окраин особо и не спрашивать. Так понятно, что окраины всегда как-то обделены в плане оптимального количества автобусов. В центре их много, на окраинах нет. В том числе предложения такие тоже от ассоциации администрации поступают. А вот много говорится сегодня о тарифах, о том, что тариф экономически необоснован, следует его поднять. Сколько сильно поднять его нужно для того, чтобы по городу наконец-то стали ездить большие, хорошие, комфортабельные автобусы, которые вы отвечали всем требованиям? Цифру тарифа я вам не скажу, потому что тариф должен быть экономически обоснован, экономически рассчитан. Но рассчитан он должен быть на основании методики, которая открыта для всех, которая будет понятна для всех. На сегодняшний день такой методики у агентства по тарифам и ценам Архангельской области нет. Поэтому расчеты ведутся, перевозчики не понимают, какие документы им надо предоставлять, какие цифры, какие свои расходы и доходы показывать, по каким формулам это все считается. Поэтому без этой методики нынешний тариф вызывает обоснованные сомнения. Поэтому имеем то, что имеем. Пазики 21 рубль. Тариф, я вам так скажу, для введения автобусов большого класса, низкопольных автобусов, тариф – это только одна из, скажем так, причин. Например, у нас даже по признанию администрации города Архангельска, наши дороги, уличная дорожная сеть на сегодняшний день не готова к приему вот этих автобусов, к использованию автобусами низкопольными. Поэтому прежде чем ставить на какие-то маршруты низкопольные автобусы, по этому маршруту должна проводиться реконструкция уличной дорожной сети, реконструкция остановочных пунктов, реконструкция конечных разворотных площадок. Только тогда автобусы могут быть запущены. То есть, условно, по Троицкому, например, сегодня мы можем, да, низкопольный автобус пустить, а если речь идет о других округах, да, тоже Соломбла, Субфат, Маймакс, это там уже сложнее. Даже по Троицкому, которые идут автобусы, они все равно останавливаются на каких-то разворотных площадках. Например, морской вокзал. Вы видели, наверное, в каком состоянии сейчас там площадка. То есть, запустить туда низкопольный автобус, это будет равносильно его гибели. Ну, хорошо. Представим, что тариф у нас поднялся на сколько-то рублей. А какие пути есть для того, чтобы по кошельку обычного горожанина не так сильно ударило повышение? Да, повышение тарифа, конечно же, уменьшит привлекательность общественного транспорта, особенно для малоимущих слоев населения. Это давно понял весь мир, и во всем мире общественный транспорт является сферой деятельности, которая датируется из бюджетов. Дотации могут быть совершенно разными. Это может быть дотация разницы между стоимостью проезда в автобусе и экономически обоснованным тарифом. Это может быть компенсация лизинговых платежей. Это может быть даже адресная помощь малоимущим слоям населения. По принципу тому, как сейчас 70-летние и вторая, и четвертая статьи о ветеранах возятся. Поэтому без помощи власти, без поддержки власти, общественный транспорт будет идти по такому пути, какой мы видим сейчас в Архангельске и во многих, кстати, других городах России. Я знаю, что трехстороннее соглашение, которое было подписано между областной администрацией, городскими властями, и вами работает сколь эффективно, что удалось сделать, и что наоборот совсем не удается. Трехстороннее соглашение, в принципе, все пункты выполняются всеми сторонами. Я не могу сказать, что кто-то что-то не выполнил. Это соглашение, оно не секретное, оно, в частности, вывешено на сайте Ассоциации Архангельской области. Любой может ознакомиться с его текстом. Поэтому вызывает иногда недоумение заявление отдельных лиц, что Ассоциация не выполнила свои обязательства. Хочется пожелать этим лицам, чтобы они взяли эту текстовку и внимательно ознакомились, а не были бы разносчиками какой-то дезинформации. Мне хочется пожелать вашей Ассоциации только успешной работы, и для того, чтобы у нас все-таки были самые комфортные условия в городе для проезда горожан из любой точки в любую другую точку. Спасибо, будем работать в этом направлении. Спасибо, Андрей Анатольевич, благодарю вас за беседу и до скорой встречи. До свидания. Продолжаем. Народная инспекция Архангельской области отметила шестилетие. Итоги работы подвели на традиционном ежегодном собрании. За время существования народная инспекция добилась серьезных результатов. Общественная организация признана лучшей по Северо-Западу и в пятерке лучших по России. Инспекция смогла создать действенный механизм общественного контроля в сфере ЖКХ, в том числе в вопросах переселения из аварийного жилья и в сфере капремонта. На заседании было отмечено, что на федеральном уровне обсуждаются варианты продолжения программы переселения. А значит, народная инспекция продолжит работу по контролю реализации программы в Архангельской области. Ваша помощь в этом нам пригодится в дальнейшем и в будущем. И то, что сделано было по варитьке в какой-то момент, когда была массовость жалоб по качеству жилья. Больше вопросов сейчас возникает по капитальному ремонту. И тут хотелось бы и ваши предложения послушать, как улучшить нам эту систему. Под пристальным вниманием народной инспекции будет проходить реализация программы формирования комфортной городской среды. Осутствие серьезных ограничений по допуску подрядных организаций конкурсу дает возможность не самым надежным компаниям получать контракты. Этот момент и будут контролировать народные инспекторы. Добавлю, что в рамках программы формирования комфортной городской среды уже в этом году должны быть отремонтированы сотни дворов в муниципальных образованиях области. Жители Архангельска смогут в одном месте приобрести квартиру и выбрать подходящий дизайн. Гильдия риэлторов совместно с группой компаний «Уютный дом» в 12-й раз проводят выставку недвижимости «Жилищный проект». В этом году она пройдет 21 и 22 апреля в выставочном центре «Корона». И здесь наши горожане могут на этой площадке получить сразу консультации по ипотеке, выбрать недвижимость и получить консультации даже от Росереста, как это все оформить. Параллельно на этой же площадке пройдет первая в Архангельске выставка дизайна, декора и мебели «Интерьер-2017». Люди, придя на эту выставку, смогут увидеть сразу же на одной площадке и мебель, и текстиль, и декор, все то, что представлено в Архангельске. Выставка работает в пятницу с 11 до 19, в субботу с 10 до 17 часов. В Архангельске полным ходом идет проект под названием «Умею плавать». Его организаторами выступают областное агентство по спорту, региональный центр спортивной подготовки «Поморье» и Федерация плавания Архангельской области. В рамках проекта десятки школьников бесплатно посещают бассейн и получают жизненно важные навыки пребывания в воде. Проект «Умею плавать» рассчитан на учеников младших классов. В первом этапе участвуют более 150 школьников из Архангельска. Занятия проходят в бассейне «Водник» под руководством квалифицированных тренеров. Сама программа обучения рассчитана на 24 часа. Это хватит для того, чтобы они не просто научились держаться на воде, а научились пропрывать 25 метров на груди, на спине, волной. Программа помогает преодолеть водобоязнь и обрести уверенность, приобщает ребят к здоровому образу жизни. А где это в жизни пригодится? Ну, это может, когда наводнение или когда водка тонуть будет. Мне кажется, что можно просто плавать, учиться и не утонуть. Зрят в корень. Минувшим летом в водоемах региона утонуло 6 детей. Элементарные навыки нахождения в воде помогут снизить эту печальную статистику. Одновременно организатор проекта, региональный центр спортивной подготовки по морю, решает и другую задачу. Через эту программу мы сможем, ну, скажем так, сделать некий такой дополнительный отбор детей на спортивную подготовку по плаванию. То есть, ну, их же через эти процессы будет видно наиболее талантливых и подходящих для этого вида спорта. Проект «Умею плавать» – это, по сути, старый добрый всеобуч. Одним из инициаторов его повсеместного внедрения выступает председатель областного собрания депутатов Виктор Новожилов, который год назад возглавил региональную федерацию плавания. Плотно взялся за этот проект и совместными усилиями с агентством по спорту, с центром спортивной подготовки по морю нам удалось вот именно сдвинуть этот вопрос, так сказать, с мертвой точки. С регионального бюджета было выделено полтора миллиона рублей, договоренность с городом о полутора миллионах рублей. Со следующего года я надеюсь, что финансирование этой программы будет побольше. Для региона этот проект уникален и очень важен. Умение плавать – жизненный необходимый навык, который приобретается раз и навсегда. Безусловно, мы расширим географию, покрытие этим проектом и также школы, другие будут принимать участие. Второй этап программы планируется начать с 1 сентября. Алексей Карельский, Денис Линчевский, «Автограф дня». Такие новости сегодня о событиях пятницы моя коллега Валентина Скворцова расскажет уже завтра в 12 часов на канале ПС. А я желаю вам всего самого доброго. Увидимся!